Сюда особо никого не пускать, чтобы не занесли инфекцию. Нам разрешили зайти, посмотрите, как выращиваются фласки. Температура здесь около, наверное, 19-25 градусов. Некоторые в пластиках, вот таких вот, смотрите, в баночках, а некоторые в бутылках. Надо будет спросить, почему. Почему некоторые фласки выращивают в пластике, а некоторые в глазах? Это для экспорта. Это, смотри, мудрое решение, потому что при экспорте могут разбиваться, а эти вот не будут биться. И это легче, в сравнении с газом. Да, да. Смотри, да, они какие молодцы. То есть для экспорта у них вот такие вот квадратненькие фласки. Они вмещаются лучше в коробках и сохранны во время, на доставки. Но запросили у них цену и будем от них, я думаю, закупать фласки тоже, потому что, конечно, это уже совсем безопасно, совсем другую делу. Посмотрите, тут какие поля. Вот просто давай немножечко зайдем. Нам реально сделали исключение. Ай, потому что они пускают. Посмотрите, какие поля. Просто нереально. И вот мы идем дальше, в ту самую часть, где происходит пересаживание из фласок. Сейчас нам покажут то, что все давно хотели видеть и посмотреть, как делается в профессиональных фермерах. Вот берут фласки, оттуда, видите, загнутым крючком. То есть даже не какой-то инструмент, а самодельный вот такой вот крючок. Достают растеницы молодые сперва, добавив воды во фласку, чтобы субстрат весь вышел. Вот, посмотрите. Не субстрат, а среда, извиняюсь. Вот, крючком достают растения. Видите, никакого пиетета, никакого благоговения. Просто берут и достают. Никто не проделал каких-то, знаете, как это у нас, какой-то таинства. Нет, ну это просто обычный процесс доставания из фласки. Вот так крючком их достают. Ну и видите, подготовленная емкость, в данном случае это раковина с водой. Туда достают все маленькие растения, сеянцы из фласки, чтобы промыть их от среды, в которой они находились. Вот они плавают. И видите, как берут руками, просто отрягивают. Тут стоит ящичек такой, подстельная газетка для впитывания лишней влаги. Ну просто, чтобы соблюдать чистоту. Еще раз обращу ваше внимание, это профессиональная ферма, которая более 20 лет занимается поставкой растений на европейский и американский рынок. Это особенно важно, потому что там особо строгие требования в американском рынке к растениям. Поэтому это высочайший уровень профессионализма. И, наверное, будет очень интересно посмотреть, как это делается в профессиональных условиях. Вот она взяла ящичек, относит на стеллаж. И посмотрите, она взяла тряпочку, такой ветошь, как мы называем, и накрывает растенец. Она их накрывает, чтобы они не пересохли, поскольку она каждый день делает эту работу. Она их оставляет, и... When it will be potted in the pot? Right now she is going to move this plant to the other room to be potted in the pot. Maybe make video about this too. Yeah, maybe. Because it's very interesting. Давайте покажем, как происходит пересадка уже отмытых фласочников, маленьких растенец в горшочке. Нам покажут. И вот здесь они покладут сюда. И они будут вращаться. Они будут вращаться. И они тоже будут вращаться. И они тоже будут вращаться. Тэк. Ага, в бирочке есть какие-то... И они будут вращаться. Ага. И они будут вращаться. Ага. И они будут вращаться. И они будут вращаться. Ага. Номер заказа, кто клиент, и для них вот уже рассаживаются. Вот они уже рассажены. Да, 20 градусов температуры тут уже прохладнее, а влажность повыше. 22 градусов всего. Ощутимо прохладнее. Посмотрите. Вот свежепересаженные. Привезли из другого помещения только что размытые фласки. Сейчас нам покажут, как их будут пересаживать. Нам очень повезло. Сегодня выходной. И вообще время ланча. На Тайване все перестают работать в это время. И для нас делали исключение. Забросили обед, забросили выходной. И покажут нам, как производить пересадку из фласок, только что размытых, в горшочек 1С. Все очень хотели это увидеть. И мы сейчас увидим, как это делается в профессиональной ферме, которая много лет занимается поставками именно в Америку, где очень высокие требования к растениям. Гораздо более высокие, чем в любых других странах. Сейчас мы посмотрим, как происходит рассаживание только что размытых сеянцев в горшочке 1,7. Вот одеваются перчатки. Ну, понятное дело, чтобы избежать заражения. Да и рукам просто приятнее в перчатках. И вот смотрите, заранее подготовила мох она. Он слегка влажный. Накрыт крышкой специально, чтобы не пересыхал все это время. Как мы уже говорили раньше, специально для нас человек это делает. Сегодня не планировалась у него пересадка. Просто мы попросили, чтобы сделать видео. Ну, вот она предварительно выняла весь мусор, который мог быть в Амхе. Видите, отобрала какие-то грубые частички. И вот подготовила горшочки в свое рабочее место. Сейчас мы посмотрим, как она это будет делать. Мне кажется, это очень полезный репортаж. На самом деле, мы очень рады, что нам разрешили его снять, потому что очень-очень уж много у нас ненужной суеты, что называется, вокруг вот этих вот рассаживаний. Сейчас вы сами видите, что процесс достаточно простой и никаких там... Супер секретов в нем и нету. Ну, вот опять, видите, наверное, многие будут шокированы. Без какого-то пиетета берутся сеянцы, прям вот так кучкой кладутся. А очень интересно, видите, у них такие вот уже размеченные для 1СМ поддончики. Такие не часто встречаются. Вот лично я там второй или третий раз такое вижу. Ну, вот берем сеянец, оборачивается мхом, лишний отрывается, и вся пересадка заняла буквально пару секунд. Наверное, можно засечь по времени. Вот опять берем сеянец, оборачиваем мхом его, лишний мох отдирается, горшочек вжимается поплотнее. И обратите внимание, кстати говоря, ну это уже автоматизма человека, но если вы приглядитесь, то увидите, что опять же посадка идет ниже вот этих вот трех полосочек, обозначенные в горшке как верхняя часть. Вот они, да, о котором нам говорили до этого. Вот еще один сеянец. Ну и, в общем, как видите, процесс такой практически, он ручной, но он автоматизированный. Никаких излишних воздыханий, никаких излишних телодвижений не делается. Все очень четко, просто оборачивается мхом корешки, мох сжимается, лишний отзирается. Сильно, но нежно, видите, все это проделывается. Достается в горшочек и ставится в поддончик. Ничего такого, ну, что как бы никаких дополнительных манипуляций, никаких-то, никакого колдовства, никакого волшебства. Все очень просто и понятно. И мы задавали вопрос, она чуть позже нам ответит, сколько в день они пересаживаются. Вот можете сделать как, не знаю, как опрос такой, как вы думаете, сколько. Мы были удивлены, когда узнали количество. В конце ролика вы тоже об этом узнаете. Ну, какой-то сеанс не понравился, она просто берет и выкидывает. Упс. Вот так вот оборачивают, отрывается лишний мох. Горшочек. И видите, вот уже, пока мы с вами смотрели, уже сколько, около 10 растений она посадила. В общем, никакой тайны, никакого колдовства. Все очень просто, размеренно. Вот так все яночки, видите, она ставит. Ну, на самом деле, интересно, потому что первый раз так вижу, наверное, что было бы мне было доставать. Они под своим весом вниз как бы съезжают. Получается такой маленький конвейер. Никакой дополнительной обработки, никаких опрыскиваний чем-то там, ни вымачиваний, ни замачиваний. Просто берут, оборачивают с мхом и ставят на поддон. Ну, видите, сколько людей занимается пересадкой ежедневно. Как на заводе. А 1500 растений пересаживают в день, а не из фасок. Она говорит, пересадка большая, дерзкий сложнее, потому что в Азии девочек ручки маленькие, им тяжелее приходится запихивать мох туда, больше усилий применять. Теперь увидели сами поставщика с полным циклом производства. Ну, конечно, вы понимаете, да, что где-то на коленке это делать не получается. Большая ферма работает вот так. У них отдельное помещение с отдельным температурным режимом для каждого размера растения. Для фласов, для 1,7, для пересадки с 1,7 в 2,5, для зацветающих, для цветущих и для роста. Абсолютно разные помещения с разным температурным режимом. Я просто говорю нашим клиентам, что у них есть разные помещения, с разными температурами, для различных типов фласов, для очень маленьких седлений, для 1,7, 2,5, и для различных температур. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok